В целях дальнейшего обеспечения развития рыбной отрасли в республике, совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров, повышения качества научно-инновационных разработок и исследований, обеспечения широкого внедрения их результатов в практическую деятельность, президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиоев подписал постановление о дополнительных мерах по ускоренному развитию рыбной отрасли. Без труда не выловивший рыбку из пруда. Мудрая поговорка, не правда ли? Действительно, какие приложишь усилия, таков будет и улов. Что касается уловов, то они нынче в Узбекистане растут, в силу того, что и меры к тому прилагаются все более значительные. Разумеется, речь идет не о рыбалке как хобби, а о промышленном рыбоводстве, развитию которого уделяется все большее внимание, и промысел этот становится традиционно прибыльным. Увеличивается и число специализированных хозяйств и объемы поставок на внутренний рынок. Но этого недостаточно, если иметь в виду, что фактически на протяжении жизни одного поколения рыба из привычного и очень полезного блюда в нашем рационе едва не превратилась в деликатес. Как восстановить былое разнообразие и изобилие, которыми относительно недавно отличался отечественный рыбный рынок? Возьмем, к примеру, такие цифры. В государствах Европы потребление рыбы и рыбной продукции в среднем составляет 35-40 килограмм в год. В отдельных приморских странах этот показатель достигает 50, а то и 60 килограмм. Что касается Узбекистана, то при общем объеме добычи 80-85 тысяч тонн показатель потребления на душу населения не превышает 3-4 килограмм в год. Между тем, по рекомендации ВОЗ, эта цифра должна составлять не менее 12 килограмм. Этот вопрос связан не только с физическим здоровьем, но и интеллектуальным развитием личности. 3 606 фермерских хозяйств ведут свою деятельность в Узбекистане. Общая площадь водоемов 595,3 тысячи гектаров. Из них 562,5 – это естественные водоемы, остальное – искусственные. Но их деятельность уже не удовлетворяет запросы потребителей. Да, конечно, наша страна не обладает выходами к морям и забилующим рыбой, но какими бы ни были ресурсы внутренних водоемов, необходимо стремиться к тому, чтобы производство рыбы достигало уровня, который бы обеспечил рост показателей потребления. В постановлении президента Узбекистана о дополнительных мерах по ускоренному развитию рыбной отрасли изложены меры, направленные на достижение этой цели. Предусматривается, в частности, формирование свободной экономической зоны Балат-Шляпчхаручи в Куйчерчихском районе Ташкентской области, где будут решаться задачи по созданию племенного рыбопосадочного материала, укреплению кормовой базы, увеличению объемов улова рыбы за счет внедрения инновационных методов, возведению современных комплексов по переработке рыбы и проведению научно-исследовательских работ. На сегодняшний день, созданная чуть менее года назад Ассоциация Узбек-Балах-Сануат объединяет на добровольной основе лишь 556 частных рыбохозяйственных организаций, то есть только чуть более 15% от их общего количества. Так почему же большинство фермеров-рыбоводов страны, образно выражаясь, дрейфуют по рынку в обход сетей профильной ассоциации? Что не так в деятельности Узбек-Балах-Сануат и как ее направить в нужное русло? В соответствии с постановлением, естественные водоемы, находящиеся на балансе Государственного комитета по лесному хозяйству, передаются Ассоциации Узбек-Балах-Сануат в обособленное пользование. Это подразумевает то, что средства, поступающие от аренды естественных водоемов, будут поступать целиком в фонд развития рыбоводства. На сегодняшний день, естественные водоемы, переданные на ассоциации, составляют 180 тысяч гектаров. Это придет к тому, что дополнительно еще будет задействовано определенный объем естественных водоемов, аренда от которых будет поступать в этот фонд. Это приведет к совершенствованию системы управления рыбной отрасли. Думается, такие факты станут маловероятными, когда согласно постановлению президента в структуре Центрального аппарата Министерства сельского хозяйства будет создано Управление развития рыбоводства. Документом, подписанным главой государства, также утверждена программа мер по ускоренному инновационному развитию рыбной отрасли в республике на 2018-2023 годы. Эта реализация программы мер состоит из 8 блоков. Первый блок – это совершенство селекционно-племенного дела. В этом блоке предусматривается создание совместных предприятий с такими странами, как Вьетнам, Российская Федерация, Китай, по совершенствованию деятельности селекционно-племенных рыбоводческих хозяйств. Это приведет к увеличению производства рыбной молоди, новых совершенных видов рыб, которые будут высокопродуктивными. В свою очередь, это будет привести к увеличению урожайности естественных и искусственных водоемов. Кроме того, в этом постановлении предусмотрено развитие мер по производству рыбной продукции. Далее, развитие аквакультуры. Кроме того, предусматривается в этой программе мер увеличение экспортного потенциала, обеспечения рыбоводческих хозяйств материально-техническими ресурсами. Кроме того, предусматривается реализация мер по научно-исследовательской работе и подготовке, переподготовке кадров. Ловить рыбу любят и умеют многие, а вот заниматься ее разведением дано не каждому. Вопросы кадрового обеспечения отрасли нашли свое отражение в решениях об увеличении квоты приема по подготовке бакалавров в вузах Узбекистана по рыбохозяйственным направлениям не менее чем в два раза. Организации в Ташкентском государственном аграрном университете магистратуры по специальности рыбоводства в количестве не менее шести человек. Открытие при Арносайском профессиональном колледже сельского хозяйства, транспорта и Куючерчихском профессиональном колледже агроэкономики, курсов подготовки рыбоводов и повышения квалификации работников рыбохозяйственных организаций. Имеются проблемы у нас в развитии таких направлений, как аквакультура. Если учитывать, что мы занимались обычно фрудовым рыбным хозяйством, то привлечение и обучение кадров, которые сейчас будут направляться именно по аквакультуре, что даст возможность на малых площадях увеличить производство рыбы в десятки раз. Преподают в Астрахани, будут приезжать и проводить занятия здесь. А еще в срок до 1 сентября текущего года будет проведена инвентаризация имеющихся естественных и искусственных водоемов на предмет выявления использования земель и водоемов не по назначению. Как говорится, на той щука в реке, чтобы карась не дремал. В четырех регионах будут созданы лаборатории для их теопатологического обслужения рыбоводческих хозяйств, а при ассоциации учреждается ведомственный журнал «Балыхчилик», освещающий актуальные научно-практические вопросы развития рыбоводства. Полноценная реализация данного постановления ориентирована на создание селекционно-племенных совместных предприятий по производству 35 миллионов штук рыбопосадочного материала в год. Реализацию пилотных проектов по интенсивному выращиванию по 100 тонн в год холодноводных видов рыб это форель, осетр, лосось в предгорных районах семи областей. Создание в регионах современных комплексов по переработке рыбы, производстве рыбной продукции, а также экспорта. Формирование кластеров по промышленной упаковке и хранению рыбной продукции с организацией при них логистических центров. Создание во всех областных центрах торговых комплексов по реализации рыбы, консервированной продукции и полуфабрикатов, а также кафе и ресторанов для их приготовления. Похоже, нас ожидает нешуточный клев. Инфраструктура сферы рыбоводства практически полностью перестраивается. Всем известно, что рыба ищет где глубже, а человек... А человек обязан заботиться о том, чтобы она плодилась и размножалась. Это тем более важно, что данная отрасль занимает одно из стратегических направлений в обеспечении продовольственной безопасности страны. В последнее время ее доля в структуре национальной экономики последовательно увеличивается. А дальнейшее эффективное решение проблем будет способствовать повышению деловой активности, привлечению инвестиций, росту экспортного потенциала, внедрению прогрессивных технологий выращивания рыбы и созданию новых рабочих мест.